В июле в России вступают в силу новые правила продажи молочной продукции. Это поможет покупателям определить, где молоко, а где молокосодержащий продукт, заменителем молочного жира, даже не читая мелкий шрифт на упаковке. В Чувашии ряд магазинов уже тестируют законодательные новеллы. Но вопросов еще много разобраться попробовала Ольга Пырочкина. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Или, переформулирую, согласно новым правилам, пальмы отдельно, коровы отдельно. Суть нововведений в том, что продукция, которая содержит растительные жиры, не должна будет продаваться на одной полке с молочной. В одном из магазинов по улице Матозалка в Чебоксарах у стенда с молочной продукцией сегодня аншлаг. Здесь собрались представители торговых сетей, чтобы посмотреть, как в данном магазине, раньше, чем того требует закон, перешли на новые правила. Рядом с товаром проверенных производителей надпись «Продукт без заменителя молочных жиров». Те предприятия, кто не используют в производстве растительные жиры, новыми требованиями довольны. Они смогут привлечь внимание покупателей, которые предпочитают натуральный продукт. Кто это позволит получать нашим потребителям быстро, оперативно найти качественный продукт на полках? А нам, как производителям, мы думаем, что увеличит объемы продаж. Однако не все так просто. Продавцы должны раскладывать товар согласно маркировке на упаковке. Те, кто используют заменители животных жиров, согласно изменениям в техрегламенте Таможенного союза, обязаны это указывать. Вот только кто будет нести ответственность, если данная информация не будет соответствовать действительности, пока непонятно. Так или иначе, до полного перехода на новые правила есть еще несколько месяцев. Покупатели нововведения одобряют. Очень удобно будет, я думаю, потому что с растительными жирами не все покупатели хотят. Привыкли же мы деревенское молоко пить. Как выбираете? Приходится мелкий шрифт читать? Читаю в основном. И если я продукцию выбрала, я дома все изучила, посмотрела, в следующий раз беру вот именно то, что мне понравилось. Перейти на подобное разделение все магазины должны к 1 июля. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова